девочки всем привет сегодня у нас будет косметичка месяца косметичка месяца октября я вообще в шоке месяц пролетает так быстро мне такое ощущение что только полмесяца прошло но давайте уже начнем собирать у меня девочки появилось желание опять попользоваться тональным кремом я решила взять вот такой тональный крем от мэйблин я уже начала его использовать в одном свете он уже должен мелькать мне понравился эффект понравился фильтр который он делает лицу то есть он могу сказать что мне прямо кожа ужасная какая-то но он делает ее еще какой-то лощеный и это такое немного с подсвечиванием надо подержать немножечко так по мне плохо видно вот хочу чтобы у меня было потом база у меня будет я наверное я девочки ее упустила у катрис но по моему онлайн она еще есть или на косметик фолес я буду ее короче дозаказывать мне ее уже видите немного тут осталось и как раз я начинаю пользоваться теми консилерами с которыми которые без нее не очень через время красиво лежат под глазами а вот с ней лежат дольше симпатичнее когда она придает больше увлажнение или сохраняет влагу на коже глаз ну короче мне база от катрис вот это нравится катрис снял ее с производства ее больше нету и вместо нее ничего не вел но видите это коммерческая фишка если продукт не зашел туда же если он хороший то его снимают видно тех кого сухость под глазами и кто красится не так все-таки много в германии из-за так консилеры беру вот этот от мэйбелин в пятнадцатом оттенке я уже забыла по моему тоже fit me называется девочки хорошего на очень долго хватает мне в нем 75 5 миллилитров или шесть я не помню я помню что больше чем во всех остальных и его нужно немного такой но не плотный но у него пигментация очень такая довольно сильно и нравится как под глазами лежит особенно вместе с вот этим просто до конца дня у меня лежит идеально а также я возьму в оттенке 30 так ну короче это оттенок 30 девочки стейнэчерл от эссенс хочу все стейнэчерл закончить и перейти на консилер который мне девочки дарили вот вот такой вот вы его знаете постоянно коллекцию эссенс так это консилеры теперь пудры пудру хочу взять две одну от эссенс матовую вы ее в принципе знаете но мне же немножечко запачкалась я ее в сумке таскала с собой без косметички нейчерл без оттенок 01 она немножечко такая темноватая но сейчас все еще будет нормально смотреться тем более что тональный крем довольно светлый и подсвечивающую возьму от в этом уайлд который называется на оля бронзер резерв йо кабана и 7431 так не хочет девочки он концентрируется так может быть так девочки не хочет ладно и буду уже не вас не себя мучить она дает вот этот бронзер дает такое очень красивое свечение лицу тут наверное не будет особо ничего видно хотя мне кажется есть немножечко да вот тут вот короче что-то вроде хэлси клоу вместо подсвечивающей основы шикарно пойдет дальше девочки румяна который я взяла я решила взять вот такую вот старушку от пи эслав это из праймарк сейчас они как-то по-другому по моему называются у них ну здесь есть кстати и зеркало и румяна такие на пальце вам покажу лучше будет видно розовые классические розовые румяна очень красивые и здесь кстати у меня такое классное углубление румяна кстати довольно старые поэтому можно их поактивнее использовать еще мои любимые румяна от rival the loop это оттенок хибискус я по-моему часто довольно беру его но что есть то есть девочки люблю этот оттенок такой розовый персиковый у него есть наилегчайшее подсвечивание просто очень красивый очень красивый румяна не знаю как вам видно вот этот более персиковый по сравнению с вот этим кажется на камеру не так хорошо видно и еще одни румяна от вивьен сабо мне лена дарила очень красивые здесь есть розочка и девочки сказали что они пахнут такая вот красивая роза оттенок мне кажется вообще не будет виден на руке если я перенесу хотя нет видно вот мне кажется сейчас самое то будет носить и действительно пахнет розы ароматизированный шикарный из хайлайтеров девочки я возьму ой полетел но не страшно из хайлайтеров я хочу взять от эстрады хайлайтер в оттенке 310 это тот который более такой цвета шампанского очень такой классный мягкий помол также хочу взять палетку сов икс она мне совсем же ужасно стало выглядеть треснул крышка треснул уже давно здесь у меня есть два любимых хайлайтера вот этот и этот они такие не совсем яркие но и не скромные возможно будут с каким-то другими мешать но на самом деле что-то но прямо у меня часто сегодня используется красивые правда оттенки для таких бомбических бомбического эффекта я решил взять вот эту палетку была у эссенс в прошлом году лимитка да в прошлом году или уже в начале этого по моему в прошлом это еще осенняя была лимитка да я ее увидела и рик прихватил не смогла удержаться хотя у меня таких коробок уже много я сказал все хватит 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 когда хочется тяжело себе запрещать и здесь конечно очень яркие хайлайтеры три разных оттенка вы видите да какое помбезное свечение шикарный так я не знаю почему я предохранитель не выбрасываю но он просто мне не мешает и поэтому решил оставить так сейчас вам перенесу девочки вот здесь чтобы вы просто в сравнении видели разницу вот эти два соф x а вот эти вот essence но у соф x тоже есть сейчас девочки я в эту здесь тоже есть такие бомбезные в этой палетке но они немножечко темноватые поэтому мне где вот этот нормальный вот эти два мне немного темновато на мою кожу не такие для загарного лица у меня его нету потому что я не загорала так нет вот здесь тоже есть такие бомбические но видите вот это темноватый вот это даже наверно как бронзер пойдет но вы увидите я решила взять другой бронзер так это девочки хайлайтеры сейчас я их все уберу с руки и покажу вам бронзер бронзера взяла я немного в этот раз матовый бронзер решила взять из палетки эловэ такая вот палетка и уже сняли с производства ее нельзя найти кстати эловэ если кому-то прям очень интересно попробовать эту марку это а-ля люксовый бренд в концерне коснова коснова вы знаете это фирма которая которая принадлежит эссенс катрис и вот эловэ эссенс более такая самая бюджетная бюджетная и молодежная а-ля бренд катрис более для взрослых бюджетный и вот эловэ это уже уходит в люкс это и для молодых и для постарших вот кто любит такие вот а-ля дорогие продукты и все упаковки у эловэ довольно такие тяжеловесные в упаковку они а-ля вложились и здесь действительно здесь зеркало есть и классные продукты я не очень поняла вот этот хайлайтер поэтому я его практически никогда не использую почему не поняла потому что он смотрите какой блескучий здесь есть не знаю видно не поранить бы палетку видите здесь блесток очень много а вот что касается румян здесь бронзер на самом деле это бронзер а-ля скульптор и пудра они вот просто классные конечно хочется и другие продукты от эловэ попробовать и можно было бы но так вот скульптор здесь шикарнейший просто обалденный но дороговато стоит дороговато вот такая палетка стоила по моему 20 евро я ее со скидкой взяла и она мне по моему досталось за 16 евро как то так максимум они делают как-то скидку везде на разных сайтах где-то процентов 20 я считаю это маловато в розмоне можно онлайн только исключительно онлайн с 30 процентной скидкой иногда отхватить ну там очень мало продуктов эловэ ну короче я рада что я решилась все таки попробовать мне понравилось и я ее кстати брала по моему а нет я не на натина ее брала а на флаконе тогда и конечно же девочки я решила вот этот скульптор из всех подсвечивающих решила взять вот этот от катрис это лимитированная коллекция пронгзин пейп оф зе дюнс называется опять же мощная такая упаковка но очень приятно держать в руках просто безумно приятно держать в руках здесь есть зеркало щитную пленку в принципе можно было бы выбросить но я из-за зеркала не хочу выбросить и вот такой вот громадный бронзер это у меня оттенок 020 и сколько здесь грамм девочки так где бы увидеть а 8 грамм на самом деле не так много то есть на самом я так понимаю что вот это что вы видите да вот это вот это и есть весь бронзер то есть там внутрь он не уходит он только на поверхности а вот это вот все вот это это картон который утяжеляет придает вес и девочки вот такой вот бронзер шикарнейший просто шикарнейший здесь наимельчайший помол это запеченный продукт у запеченных продуктов всегда такой помол очень мелкий оттенок шикарный он холодный он не рыжий но и как вам сказать я даже скажу не холодный а нейтральный то есть он пойдет и холодному цветотипу и более такому теплому тоже пойдет то есть классный бронзер очень классный и подсвечивание дает то что надо то есть здесь нет таких грубо блесток которые потом останутся на лице нет он нежнейший нежнейший просто не знаю как вам показать чтобы концентрироваться ну я очень короче рада что я на него решилась вот и мне кажется он для белоснежек тоже пойдет на темной коже на смугленьких девочках его конечно видно не будет для более белых скажем так для более светлых так что я возьму за туши девочки я взяла из запаса тушь кика и тушь клиник в каком-то влоге я его правда еще не смонтировала даже я вдумала какие взять какие взять перебирала все мои туши решила эти взять но они обе здесь кисточки такие покажу я уже их вскрывала потому что другие у меня уже совсем подсохли я раньше времени начала использовать вот в принципе должно быть вот такие вот обычные щёточки так давай концентрируемся делают очень хороший объем они разделяют обычно ресницы и вытягивают вытягивают их но не это почему-то не это вот почему-то такая же кисть у катрис она делает это с ресницами вытягивает их делает чуть гуще не прямо вау эффект но чуть гуще за счет того что она вот прокрашивает каждую ресничку но вот это вот тушь к сожалению дает очень натуральный эффект наверное знаете что я возьму старую кисточку щёточку наверное от лореаль может быть и от эссенс и заменю что вот в этой также и в кика тоже потому что я у меня нет времени по утрам чтобы наслаивать четыре слоя и получать тот эффект который делает зеленая принцесса от эссенс у меня к сожалению столько времени по утрам нету туши здесь предостаточно продукта здесь отлично вот почему-то и смотрите кисть собирает очень много продукта но на ресницах все это не остается то есть когда она это знаете те туши которые которые можно покупать девчонкам у которых от природы очень густые длинные красивые ресницы и им просто нужно прокрасить их и все и больше ничего не надо то есть они не хотят ни коровьих глазок ничего такого не хотят хотят просто чтобы у них были видны их светлые ресницы вот это наверное для таких девчонок у меня таких ресниц нету мне нужно мне нужно немного эффекта хотя я не обязательно хочу прям вау эффект но хочу чтобы все таки было видно а девочки что я еще забыла показать из бронзеров я нашла откопала вот этот вот я думала что он у меня закончился оказывается нет здесь совсем на дне есть это типа серум праймер санлайт по сути это не серум а бронзер такой жидкий короче там на дне вот его хочу допользовать и начать использовать вот этот но если будет на него желание я посмотрю то есть использовать хочу до конца вот этот я просто знаю что они подсыхают немножечко и жалко было бы да продукт поэтому и этот как бы тоже желательно брать так девочки я вроде все все охватила я хочу взять девочки под тени вот эту основу и наверное я просто сейчас не знаю куда я ее дело еще от Avon хочу использовать шайбочку вы знаете марк вот будет две у меня основы потом я также вытащила из своего ящика вот эти жидкие тени от Catrice в оттенке 0.10 California Creaming и 0.20 Champagne Shower я почему редко ими пользуюсь я даже себя отметила пока они у меня в таком настоящем состоянии потому что они делают мои кожу на веках немного такой как панцирь черепашки мне это не очень нравится но я их достала они чуть-чуть усохли они стали чуть-чуть лучше и я решила их попробовать опять взять в косметичку и так же вместе с ними так как они быстро засыхают я хочу использовать вот эти тени от Rented Up сейчас я все вот эти нанесу вам покажу девочки наверное я уже не успеваю вам в этом видео сделать палетки теней которые я решила выбрать и помады и наверное покажу их в следующем видео красивые оттенки но они быстро очень засыхают сводчи на руках просто шикарные если бы еще на веках они совершенно так же бы смотрелись но как только они начинают терять во влаге что-то с ними метаморфоз происходит моя идея такая и использовать их и потом поверх использовать вот эти здесь проблема жидких теней что они не засыхают а близко к глазам как подводку я не могу использовать начинают чуть-чуть щипать хотя это странно конечно тени не должны такое делать ну ладно я решила вот тогда на подвижное веко носить вместо с этими тенями получается так что катрис засыхают и засыхают берут вместе с собой вот этот оттенок я не знаю виден вам оттенок ну что-то вроде югот из палетки карми как рыбий хвост вот эти тени тоже очень красиво если бы они нафиксировались было бы вообще шикарно девочки вот это будет конец первой части во второй части будут тени уже и помада дождитесь видео выйдет завтра всем хорошего дня и до следующего видео всем пока пока пока